В Великом Новгороде начались активные дорожные работы. Сегодня техника и рабочие появились на Колмосковом мосту. Но пока переправу ждет лишь очередной ямочный ремонт. А вот покрытие на улице Кочетова восстанавливают капитально. Новое дорожное покрытие появится не на всей протяженности улицы Кочетова, а только на двух участках. От проспекта Корсунова до улицы Зелинского и от Нехинской до Попова. Работы начались здесь в конце прошлой недели. Уже снят старый асфальт и демонтируется бордерный камень. На участке в районе рынка дорожники начали укладывать выравнивающий слой. Кроме того, по контракту новый асфальт появится на самой улице Попова. Сегодня подрядчик приступил здесь к фрезерованию старого покрытия. Данный подрядчик по этому лоту будет выполнять на восьми участках. Дорог, ремонт. Это еще будет он выполнять улицу Октябрьскую от Белова до 8 марта. Развязку будет Белова, Нехинская, Октябрьская. У них тоже самое в контракте. И улица Белова. Всего контракт на 107 миллионов. Ход работ в выходные проинспектировал глава региона Андрей Никитин. Губернатор обратил внимание дорожников на установку временных знаков и необходимость контроля за их состоянием. В прошлом году отсутствие предупреждающих элементов привело к трагедии. Все работы на запланированных участках должны быть завершены до 15 октября. А если не будут мешать дожди, то и раньше. Так оптимистично настроены представители компании подрядчика. Пока погода на стороне дорожников и работы идут по плану. Мешают процессу как раз те, кто больше всего заинтересован в ровном асфальте – автомобилисты. И знаки их в этом не останавливают. В субботу, когда ложили черновой слой, столкнулись с довольно быстро проезжающими машинами или мотоциклами молодежи, которые полностью игнорировали наличие дорожных знаков и производство работы. Чинят препятствия дорожникам и автолюбители, паркующие свои машины на местах ремонтов. По словам представителей городской администрации, перед началом работы они обращались через СМИ к водителям с просьбой искать альтернативные варианты парковки, обозначая точные места, где будут работать дорожники. Но их просьбам внимают не все. Для решения этой проблемы будут привлечены сотрудники дорожной полиции и эвакуаторы.